всем привет сейчас у нас болотая осень и на всех огородах созрел виноград хочу с вами поделиться очень вкусным напитком на зиму как закручиваю я виноград виноград подойдет любой и столовый технический сорт конечно изабельная сорта будет намного ароматней лидия изабелла ну в общем подойдет любой здесь у меня одесский сувенир виноград а это изабельный торт я его помыла надо очистить от веточек потому что если с веточками можно с веточками ну вот немножко терпковатый такой привкус немножко будет не того качества это у меня тоже осталось внутри немного винограда так приступим в баночке наложила мытый виноград нужно одну треть полную баночку не накладываем половина и еще чуть меньше банки я не стерилизовала просто помыла и наложила мытый виноград теперь здесь у меня кипят крышечки крышки обязательно стерилизуем это уже другое дело и закипела вода в кастрюле мы сейчас заливаем виноград первый раз чистой кипяченой водой вода закипела я беру кастрюльку с водой и заливаю в баночку в баночку я не ложу ложку нужно лить на центр банки и тогда ничего не случится с баночкой кипящую воду заливаем до верха и накрываем простерилизованной крышечкой и так виноград с водой должен простоять 10-15 минут при комнатной температуре вторую баночку залить если в кастрюльке не хватает воды берем заливаем с чайника чайник у меня также кипел и доливаем с чайника теперь прям из воды достаем крышечку и накрываем мой компот будущий остальные банки я заливаю точно также крутым кипятком здесь уже простоял виноград минут пять посмотрите как он лопнул начал выделять свои стойки у меня розовый виноград не сильно такой темный если винный виноград был бы сок темный а так розовый будет более светлый у меня очень сладкий в этом году виноград на даче не знаю где он столько сахара набрал очень вкусно сейчас я залью остальной виноград кипятком вода уже кипит в этих баночках компот простоял уже 10 минут я считаю достаточно вода еще горячее некоторые любители держат компот до остывания но я его 10 минут больше не надо он так весь уже лопнул чем это надо очень удобно вот такие крышечки с дырочками чтобы сливать жидкость лишнюю то и огурчики можно закатывать и компоты делать так накрываем возьмем тряпочкой полотенечко салфеточками потому что так в руку горячую немножко и сливаем в кастрюлю после того как я слила всю жидкость с этого бутля не осталось ничего я начинаю кипятить воду не нужно закипятить воду крышечку можно брать но нам пока не нужно теперь мне нужно взять на одну банку 200 грамм сахара вот посмотрите мерный стаканчик здесь 100 грамм значит мне два таких стаканчик или можно взять просто граненый стаканчик набрать полный будет тоже два стаканчик 2 стаканчика это будет 200 грамм вот либо сразу большим либо два маленьких кому как удобно можно ложка отсчитать это не играет роли как только вода закипит нужно засыпать сахар сахар растворяется и заливать сиропом виноград в банку я ложку никогда не ложу когда заливаю сиропом так как у меня банки уже пользовались не один год конечно если вы купили новые банки их желательно по стерилизовать то есть помыть средством для посуды залить кипятком чтобы они постояли пару минут потом когда заливаете кипяток сироп то есть нужно поставить ложку на центр вот так и на ложку лить горячую воду тогда банка точно не лопнет но так как у меня проверенные банки я уже не боюсь наливать кипящий сироп или кипяченую воду в эту баночку я с бутля стыдила сироп он настоялся посмотрите какой розовый хотя виноград светлый и белый сорт и темный сорт разные сорта это у меня смесь винограда но сироп очень красивый он еще когда сахар перекипит еще более красивый вкусный сейчас пахнет на все поверьте мне очень пахнет виноградный сок закипел теперь берем 200 грамм сахара всыпаем и надо чтобы растворился сахар я такой компот не стерилизую можно было бы залить сахарным сиропом сразу и поставить в баночки стерилизовать просто я считаю что теряются некоторые витамины два раза заливаешь на более полезный получает все сахар растворился но нужно подождать чтобы закипела вода кипящей водой сиропом заливаем виноград сироп хорошо кипит снимаю с огня беру и наливаю кипяток в центр банки на всякий случай нужно держать кипяченую воду вдруг не хватит сиропа я чайник не поставила на следующую банку поставлю не хватило и сразу закрываем крышечкой чтобы не вышел чтобы не попал воздух после этого закручиваем ключом беру ключ у меня такой ключ у каждого свой и и начинаю закручивать по кругу ключом два оборота прокрутила ключ два оборота опять прокрутила сразу нельзя резко закручивать ручку так как банка может лопнуть а два оборота это норма все уже другой звук появился закрутила теперь проверяю на герметичность то есть беру банку аккуратненько переворачиваю и смотрю если не протекает все нормально и таком перевернутом виде я буду хранить банки до утра после того как я закручу весь компот вот я закрутила одну баночку ее нужно накрыть вот так одеялце и в таком состоянии останутся банки до утра после этого можно их хранить как в комнатном условиях кладовочке где-то под кроватью кто где хранит так и в подвале где угодно банки не взрываются очень хорошо стоят а когда откроете этот компот почувствуете какой аромат лето будет в вашем доме приятного всем аппетита желаю всем удачи всем пока желаю